так здравствуйте дорогие друзья с вами когда максимации мы продолжаем точнее уже скоро заканчиваем reddit redemption 2 проходить эпилог реально уже осталось совсем немного мы построили в прошлой серии ранчо дом правда не он еще не совсем готовый там нету мебель но скоро она будет так дядюшка у нас там работать надо он там опять фигней какой-то занимается предыдущая серия долгая была на целый час почти дрыхнешь я надеялся хоть раз тебя за работой увидеть хотя бы один раз о джон марсон ты в реинкранацию веришь нет ну а я надеюсь и молюсь тому что там на небесах что я когда-нибудь вернусь в этот мир молодым когда ты состаришься и будешь одной ногой могиле а я смогу стать тем самым надсмотрщиком который ускорит твою отправку на тот свет у меня смертельная болезнь а эти еще одну дать могу если мы делами заниматься не будем то все с голоду умрем так чем заниматься на землепашеством разведением скота посадка растений эти земли годятся только для выпасы я выпасы для коров и овец с козлами все просто на вкус они ужасны я коз не ем а коровы с меня хватит коров тогда овцы но для скота те амбар пригодится еще амбар мы будем строить полгода не надо строить никакой амбар тут биться сейчас какой год на дворе тысяч сидели 1785 у нас тут эпоха промышленности у парня продавшего тебе груз да из-за него я возненавижу современный что же такое я разберусь сейчас я не такой шустрый как раньше правда таким шустрым я никогда не был да мы еще кстати амбар построен надо было задание со стройкой раньше нас эту серию отложить ну ладно мы записали уж так записали поехали к продавцу тот парень наверно подумал вот деревенщина дурачок ой куда ты подожди куда ты достал ты готовы дома от сортира наверно нет я его до нитки обдевающийся я его за это уважаю и себя видел бям на лесопилке то тоже сам подумал если подумать я и сам наверное сделаю даже я не позволю тебе это сделать джон не позволю еще раз ограбить тебя тебе нужен тот уметь переговоры вести обаяние ничему тут не помешает тоже и кто же этот человек ты ты такой же обходительный у тебя и так долго в полно я хочу сделать все чтобы тебе помочь это мои долги и я сам с ними разберусь ну если тебя обанкротит я потеряю свой дом тоже а мне тут так нравится тебе тут слишком нравится ты очень их ты слишком хорошо устроился у тебя тоже мебели нет он здесь ооо как дела эмили извините как у вас дела короче нам нужен амбар амбар ну конечно столько картошки мы сход разводить ооо что на вас нашло столько психов сошельными лица покупают дом в этом магазине ну что скажете вот этот о отличный выбор парочка таких у нас есть аммигом вышлю его амблэк вод я ведь исход а да сметь видите ли джерри приятно было вас повидать да приятная встреча рад был повидаться да 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 и как же мы будем за это платить так же как за все остальное мне жаль я вам не могу помочь сэр вы хороший клиент и вы мне нравитесь и дэвиду геддесу тоже а этот человек меня раздражает можете ли дать пару дней пару дней ладно люблю умалять на коленях когда ты еще заставляешься на посмешивши джон это сэдди адлер эй джон как ты ооо привет ооо как я тебя рад видеть да брось старый ты чудик послушай сэдди у тебя есть работеночка я в общем в отчаянном положении работа настолько отчаянное положение мне нужны деньги очень много денег долгов все больше и я готов посражаться а это законно вполне себе законно но при этом довольно опасно двоем мы справимся а вот одна я не стал у меня выбора нет ладно пошли все не береги его он ведь нежный цветок скажи в банке что скоро поступят деньги бери бригаду пусть помогут там сарая меня заверили что преступника можно найти на ранчо как там его называется я не прочитал а багряная небосвода поехали туда ну что наводка на багряный небосвод свежая я не знаю сколько у нас там этого времени а багряном небосводе побывал еще один торговец циклопедии полицию не нашел но видел там никого типа мексиканской наружности где-то в тех краях отшивается роман кортес отбился от своей банды застрял в эстелизабет это наверняка он решил затаиться и переждать там мы доберемся до него первыми цели так кто же он такой то роман кортес он из банды дель лобос если вернуться туда где мы были не остин а не мексиканцы некоторые из них а еще там калифорнийцы куда ж ты ее мое заруливаешь хочу мы кругами а почему по кругу ходим тали нам сюда надо же вот другое дело чудо по кругу чему по кругу для отдыха это место неподходящее но увидеть его там стоит того если будет желать наведайся туда знаешь едут переплет угодил уже там банда про которую ты говорила это братья скиннеры да они самые нехорошие люди хорошими их точно не назовешь они схватили моего работника и он умер мучениях но мне жаль что мы дали им отпор просто мы оказались слишком и раз тропны жалею что мы его так подвели я уверен сделал все что мог я слышу что они утопляют с мужчинами неописуемые вещи надеюсь больше ты с такими не сталкнешься я тоже надеюсь но если что готов буду конечно ты представляешь я построил дом да представляю соломиных нет из настоящих пиломатериалов мы с чарли замстроили а дядюшка наблюдал за нами командовал но дом получился хороший и крепкий у джона марсона есть собственный дом приезжай посмотришь у нас там хорошо невзирая на все это я стараюсь избегать по небратских отношений с работниками то они могут неправильно столкнул а я что работник летят что ли с точки зрения банка да ну значит с панибрастом покончен теперь будь паинькой найди этого бандита ладно хорошо так сколько там ехать еще на покажите ко мне на карте а ну не так что много чего ж ты боишься то никого тут нет а вот и домик это и есть багряна с ним от вас с виду тут спокойно ну раун кротес попробуй только тут не найтись давай спешимся и осмотрим все здесь так ну можно ладно я пойду амбар хотя и вообще я в дом хотел зайти эй там кто-нибудь есть рамон кортес мы пришли за тобой сдавайся и не постраду все кора все кончится ты поймал его вроде да он только что хотел убить меня но бывает такое да это он пошли отвезем окшу рифу идем рамон немного покатаемся поедем рамон раунс там теперь все по-другому больно тебе нужны деньги золото мои ребята буду заднюю юбери крик отвези меня туда и я тебе щедро заплачу больше любого вознаграждения может быть ты помолчишь а переберемся здесь лед эти дурацкие загрузки ждать блин как я не люблю это делать ну блин а на кого я наступил извините мистер катсцена так вы появились сразу же после катсцены я не успел вас заметить 5 ну пошли дружок и дайте сотни долларов только убей тут заразу две сотни 100 долларов за его засаде ты чё вообще сперил что ли шериф мы поймали рамона кортеса кортеса да поздравляю как вам это удалось спрятал прятался в куче дерьма охотно верю как ты рамон не жалуюсь мистер слушай сколько ты хочешь сколько вы все хотите я могу дать сколько угодно золотом тому кто освободит меня боюсь что с этим ты опоздал ты был очень плохим мальчиком сейчас мы с парнями отвезем тебя в сен-дене и посмотрим как там тебя повесить ладно если вы так думаете то пусть о рамон я не я не думаю я это знаю помогите мне охранять потом мы его увезем я много лет очищаю этот город от грязи если всем не хочется чтобы такие идиоты как он решили что смогут старые дурные времена ну вы неплохо постарались я не знаю бежим и и и и и и и оу шериф томас верни диганом нашего друга у вас есть примерно 10 секунд они у вас всех убьем раз эй не будьте идиота теперь это порядочный город бейте их парни блин чуть-чуть тормозишь-то зря вы в этот город прибыли заразы вашего друга говорите да так коробку хотя они коробку потом размажут эту блин как не вовремя за теменеть стало я уже не так хорошо вижу тут давай давай иди немного ближе туда блин вот скотины о блин нафиг а стаизом замочили ясно надо будет прятаться ближе м может туда туда взять может через окошко да нет через окошко ничего нет не видно да блин да вылазьте из укрытия то ее моих в коробку в коробку отсюда хотя может спрятались уже о по крыше зараза бегают о блин нафиг да блин ты чего убить что ли не можешь еб отлично запаниковали они сейчас еще появится кто нибудь да не туда а ну ладно это тоже сойдет все удирают ну и фу это что было пошли тюрьма они разлисли тюрьму на кусочки он исчез ну мы его привели так что награда сочетается его здесь нету нет платят только когда я его доставлю в Синдени мистер вас уже сегодня ограбили может пулю слышать эй вы угрожаете мне с чего вам угрожать верните его и я заплачу вам еще могу накинуть 50 сверху может быть 100 75 больше не могу ладно хорошо пойдем дим милден вот скотины о блин нафиг а заскочили чувак чувачка у украли и где же мы его искать будем они уже далеко умчали наверное он сказал что его люди будут ждать юверик крик ты не в первый раз когда из подноса дабы чего уводят у нас а ты сейчас сам кулакой по по носу можешь схлопотать а кто-то пробалдался может из его ребят кто-то мы ждали у всех на виду а успех этой тюля да что верно то верно шериф приложил много сил чтобы навести порядок в роботе но очевидно этого недостаточно ты думаешь ему можно доверять да мы доставим кортеса и он нам заплатит он порядочный человек это еще если мы найдем кортеса мы найдем его он никуда не денется порядочный я надеюсь не такой как шериф грей чудесно все таки да мы должны были согласны взять 200 долларов у шерифа который может и сам еще тот жук но мы не согласны взять 2000 только за то что мы нам если для тебя это заманчивое предложение поступай как тебе угодно но только когда ты не работаешь на меня я не говорю что заманчивое просто говорю что это чудно что мы готовы взять деньги у одного и одни у другого каждый сам выбирает кому хранить верность себе тот кто хочет преуспеть на поприще охотника головами за головами должен выставить эту верность превыше всего меня ценят за честность а ты считаешь что если за человека назначен награду ты заслужен ну не знаю не всегда если каждый раз задумываюсь для чего заслуживает я бы все волосы все выдрала если награда большая значит не просто так надеюсь такая логика оправдывает все что я не знаю погоди ка он внизу костер наверняка это они не сходи с дороги нам надо позицию с хорошим обзором идти ой извините сюда давай за мной кажется на берегу ручья и старая мельница да вот и она дистанцию соблюдай надо как следует рассмотреть их придут видимо они разбили лагерь здесь что они тут делают ждут лодки наверное Говорят, надвигается буря. Может, это она сдержала? Может быть. Так что делать-то бы? Иду за ним. А ты? Я? А ты прикрывай. Тебе нельзя тут погибнуть? А тебе, значит, можно? Да, я иногда просто хочу умереть. Кроме того, эти мрази не такие уж и грозные. На вид. Такое ощущение, что они там вообще все уснули. Ладно, я иду. Ты точно уверена в этом? Это как-то не совсем правильно. Это мое дело, Джон Мартин. Делай, что тебе велено. И целься получше. О, от снайперка я тут вообще прям самую тему. Черт. Выстрелить-то успел, зараза какой. А, что я по... А, он загорелся. Ну, круто вообще. На берегу русла. Где? Где я не вижу. А, вот он. Ну, заряжайся быстрее, блин. Еще один. Не готов еще. Вот тут сгорел заживо уже, походу. Отсюда мне не попасть. А, куда? Я не могу даже убрать винтовку. Чтобы разглядеть получше. А, вот. Спускайся. Я вернусь. Старый мне не нужен. Глаз уже зарядился. Вперед. Продвигайся. Где, 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 где. Вот они. Эти твои. Да, блин. Он на лодке собрался уйти. Да, блин. Как я промазал-то. Да, ёп. А, блин, где, 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 вот. Не убивай его. Я понимаю, что хочется, но не надо. Ты хочешь сдохнуть, Кортес, а? Я и так не жрец. Ты правда хочешь, чтобы я тебя отстрельнул? Может, на суде тебе повезет? А ну, иди сюда. Возьми-ка его на мушку, пока он не ушел. Ладно, ладно, хорошо, я и отиду. Если попробуешь что-нибудь выкинуть, то тебя точно застреет. Эй, приближи-ка на ней. Вылезай нафиг. Я сказал, вылезай. Тихо, тихо, это же не про меня. Так. Ещё бы она бежала. Заткнись нафиг. Заткнись нафиг. Пушку-то дайте, ё-моё. Нормально. Как я темноту не люблю, а? Да ё-моё, ну заряжайся! Так, всё. Всех перебили. Так, ну всё. Повезли. Да не шляпу! Не шляпу, ё-моё. Для тебя это будет очень нелёгкое. Не понял я, что они там сказали. Всё, поехали. Наконец-то мы за него награду получим. На второй раз повезёт. Скоро, что скажешь, Кортес? У тебя там тузы остались ещё в рукаве? Так, а куда тут? Да куда ты? Навигатор, так называемый, чё попало, показывает. Да-да-да-да-да-да, лучше замолчи. Всё, всё. Так,เอ Sorry. Только не вставай. Ахоэ! Да-да-да! Тихо, тихо, тихо Чего лошадь то пугается Где бы вы не спрятались Мы найдем тебя и убьем И всех Кто тебя окружает Какое яркое небо, е-мое Да, доверие не усылают, это точно Да блин, да чел Да че лошадь, че лошади то не нравится Все, дошли Да, Джон сказал ехать далеко, а мы уже приехали Шериф, мы его взяли О, я знал, что ты вернешься, Рамон Ты просто без меня ведь жить не можешь Посадите-ка его в фургон, ладно? Как тюрьма? Ее надо еще подделать немного Где-то замечательный человек мне дырку проделал Мы отвезем его прямо сейчас Шериф, прежде чем вы уйдете Да, я заплачу вам, когда его доставлю И 75 долларов сверху Да А пока что до свидания И погнали, парни Замолчи Спасибо, Джон Отправишь мою долю в банк? Да Я вроде бы как завязал с этими делами Так-то ерунда Обычный арест Легкие деньги Ну как скажешь До встречи, приятель Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да блин, да сколько ждать еще? А, все Так, что у нас тут? Тяжелый день, дядюшки Ну давайте сделаем тоже Чтоб потом просто закончить побыстрее прохождение Да иди ты уже еб Ммм, смотрите-ка, амбарчик построили Ну и как отдохнул? Зарабатывал деньги? То, что ты называешь меня ленивым? Да, вы потрудились на слову Дом, бар Поглядите-ка только Просто не верите Спасибо Вам обоим Хороший повод выпить Пусть мы не умеем и плясать Гават и менюэт Пусть мы не умеем плясать Гаман и менюэт Зато на останки корабля Равнодушек просто нет Скорее, скорее, стакан налей А ну, веселье началось Наш стрем чужим добром полон А море заждалось Нет лучше звука для стрелка Чем дичь и смертный хрип Нет лучше звука для стрелка Чем дичь и смертный хрип Для нас орудий Громкий залп, как музыка звучит Для нас орудий Громкий залп, как музыка звучит Скорее, скорее, стакан налей а веселье началось наш полон трем чужим добром а море даже заждалось мы тратим добычу на шлюх остаток на жену мы тратим на шлюх остаток на жену и живем мы моряки и так пойдем ко дну и мы живем как моряки и все пойдет ко дну скорее скорее стакан налей стакан скорее налей веселье началось наш полон трем чужим добром а море заждалось очередной рэпу в исполнении наших героев джон сюда дядюшка пропал с ним все дай поспать выходи скорее да ничего с тем толстяком не случится еще как случится скиннеры вероятно не пошли в ту сторону также вероятно что они знают у нас выбор то есть должно быть наготове мы знаем что это западня конечно для нас но выбора не остается вперед мускаты какие вернуть я следил за ним по дороге мы их там след на нем а черт мы слово забыли про них надо было быть начеку это произошло ничего не поделаешь уже можно лишь попытаться сбить его на секунду забыли об осторожности тихо тут наверху видишь кровь что мы они ушли толп рис джон нам нужно кое о чем договориться если все очень плохо то надо тогда нужно думать уже не о его спасение ты о чем если все плохо то будет лучше положить конец страданий подожди ты хочешь сказать я хочу сказать что без скальпа можно и ладно это плохая идея будет если тебя ранили в живот или возможно тебя уже убили его может он убили отобьем его и посмотрим стоп ты слышал думаешь она замерил не знаю скоро мы этого есть дальше пешком пойдем ладно оставим лошадей у деревьев быстро говорят я ничего не успеваю я иногда не успеваю прочитать стой лесу ну же так наверху справа два скиннера часовые скорее всего возьми на себя одного я со вторым так с ним покончено пошли дальше они поджидали дядюшка тут наверное где-то рядом не горячись мы найдем его так пусть пусть идут себе я не уверен просто что попаду в них стой спокойно спокойно если они выйдут с ранчо то труд с путем надо было его спалить и поджигать приятнее он старый больной долго вряд ли протянет значит они за трупом придут он говорил про дядюшку он жив ну же они ушли вперед но он там еще что-то и везут стой слышь да полоскал дам и кого-то она тащит это дядюшка нет это другой кто полоскал дам и пойдем за ней она наверно приведет нас в лагерь так он останавливается что видишь он разгоняется бедняг этот погиб если он несет тело значит мы уже близко убьем его пока он до остальных не добрался промахнулся ладно вперед фух последнее мгновение убил так я что-то заметил м видимо этих лагерей что делать будем залезаем на камень посмотрим ладно в тумане не видно ничего может что раздвинут так где у нас бинокль боже мой блин надо идти за ним осторожней где они где они мне все равно идем у тебя за спиной ладно джентльмены больше никаких сюрпризов надо укрытие по нормальному щас найти так все больше нету Что они тут с тобой сделали, а? О, блин. Старик, ты цел? Я выгляжу целым. Нет, ты выглядишь ужасно. Но все будет в порядке. Эти гадов мы уложили. Да, мы как раз вовремя успели. Я понесу его. Давай, опа, а вот и еще, заразы. Доставай пушку, что ты стоишь? Да, немного кого уже сожгли. Дядюшка мог бы стать третьим таким вот здесь еще. О, мне не хорошо. Так, когда я все расчищу, иди вперед. Ух. Вроде бы все. Так, кажется, все чисто, идем. Посади его на лошадь. А нет, там еще есть. Погодите, погодите, тут еще есть. Блин, 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 здоровья мало. За дерево, за дерево, за дерево, скорее. А, быстро, быстро, на лошадь. На лошадь, на лошадь, скорее, пока они нас не убили. На лошадь. Побежали отсюда быстрее. Быстреееееееей! Лучше от них сматываться отсюда. Ничего себе. Ожог на спине какой у него. как у тебя спина старик кажется что на вид все плохо ожоги быстро ты не заживают если не произойдет заражение то все нормально старик могло быть и хуже он очень слаб да держи старина мне нехорошо сюда приехали почти держи старина как я выгляжу ничего о и лошадь обосралась дядюшка и дядюшка мы на месте сейчас мы тебя на землю спустим идем надо уложить его спасибо вам ребята да не благодаря я уж думал мне конец давай без сентиментальности старик они тут и я подумал что ты прям все хорошо будет давай пройдет пара дней ты будешь как новенький ты у нас живучий все таки он поправится думаешь они вернутся может быть но я сомневаюсь мы вроде бы всех перебили что это твоя земля раньше было извили я не думаю один парень рассказывал что скиннер приехал сюда года два назад они просто злые люди которым пофигу на все кажется мы были такими же да таким мы и были может быть мы тоже начать пытать людей вас вместо этого пение дядюшки мы здесь будем безопасности джон ты твоя семья будьте безопасны надеюсь очень если она когда нибудь вернется ух сейчас еще одно задание автоматом будет или че мы уже довольно долго записываем не че 8 ты я ты всегда умел красиво говорить все в порядке сынок да конечно можно мне дом посмотреть то что он освоится тут неплохой у тебя дом он твой тоже наш пойду посмотрю за сыном ну и кто мой соперник а это русс надежные недалекие губы напоминал нам про тебя это вы так шутите да вроде того идемте что ж вот и семья вернулась джон наконец-то так у нас тебе гейл и джек марс этим этим всем мы займемся в следующей серии на этом все с вас ликос все с меня эпичные видосы подписывайтесь на стримский канал чтобы не пропускать прямые эфиры и на группу вконтакте подписывайтесь всем пока а